В Подмосковье стартовала экологическая акция «Шина». Инспекторы ГИБДД предупреждают автомобилистов не только о необходимости сезонной смены шин, но и рассказывают, как правильно утилизировать изношенные покрышки. Сейчас все приобуваются из летней резины, а покрышки утилизировать надо правильно. Поэтому мы вам хотим дать такой буклет. По QR-коду вы можете увидеть пункты сбора покрышек отработанных по Люберцам. Максим Максимов узнал об этой акции только сейчас. Раньше искал места для утилизации шин через интернет и затем отвозил их за город. Теперь далеко ездить не надо. Покрышек реально много. В принципе, такая акция необходима, чтобы люди знали, куда их отправлять. На территории Подмосковья программа создания пунктов бесплатного сбора шин стартовала 10 лет назад. Люберчанка Наталья Муравьёва участвует в экологической акции не первый год. А можно у вас попросить ещё парочку своим друзьям передам? Конечно, для друзей и знакомых ничего не жалко. Спасибо большое. Отработанная покрышка в земле разлагается более 100 лет. Она загрязняет почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенами. Поэтому как раз в период, когда автомобилисты передевают зимнюю резину на летнюю, встает вопрос, что делать с зимней. В рамках реализации экологической программы для безопасной утилизации шин, Фонд рационального природопользования ведёт круглогодичный бесплатный сбор покрышек. На сегодняшний день в округе открыты три пункта приёма от работы на резины. Отсюда её забирают и привозят на комбинат экологического обслуживания. В промышленной зоне в Машкове происходит её утилизация и переработка. С этого момента начинается перерождение шины. Здесь она, пройдя переработку, получит свою вторую жизнь. По транспортеру покрышки поступают в дробильную машину. Их рубят на крупную фракцию, которая попадает на конвейерную ленту. Процесс занимает не более минуты. Здесь мы наблюдаем шины после первичной рубки. Вы видите, фракция ещё очень крупная, металлокорб не удалён, но шина прошла уже первый этап своего перерождения. В составе шин содержится не только резина. Металл и текстильное волокно отсеиваются, а резина измельчается. Это одна из завершающих стадий нашего производственного процесса. Происходит отсев фракций. У меня в руке мы наблюдаем фракцию 2,5 мм. Это та часть резины, которая в будущем идёт на производство резиновой крошки для спортивных и детских покрытий. Продукцию используют при обустройстве стадионов и беговых дорожек, в изготовлении парковочных столбиков, фигур для детских площадок, мягкой черепицы и других резино-технических изделий. В весенне-осенний период на предприятии перерабатывают до 50 покрышек в день. Из 10 килограммов цельной резины получают до 8 килограммов крошки. В прошлом году по итогам экологической акции «Шина» в округе собрали 374 тонны отработанных покрышек.